910-ю годовщину победы войск Владимира Мономаха над Половцами отпраздновали представители казачества в Токмаке. На праздники побывала и наша съемочная группа. Об этой битве главным образом стала известна из ипатьевской летописи. Мало кто знает, что значимую для Киевской Руси победу над Половцами войска под предводительством князя Владимира Мономаха одержали на территории современного Токмака. Поэтому 10 лет назад на въезде в город в 900-й годовщине сражения на средство предприятия Матурсич был установлен памятник. С этой победы началось покорение, а затем и ассимиляция Половцев. Владимир Мономах не только победил 20 объединенных Половецких Орд, он разбил врага на территории врага. Он показал силу и мощь русского оружия. Он показал, что славяне-русичи могут побеждать врага у него дома. Самое главное, что он обезопасил южные границы Киевской Руси. По традиции память победителей почтили представители казачества и духовенства. В Токмак прибыли представители почти всех куреней, говорит Александр Панченко. А еще приехали гости из Днепропетровска, Донецкой и Ростовской области. Всего более 200 человек отслужили молебен. Как и любое сражение, которое имеет свою победу, важно тем, что люди получили возможность жить. Это, наверное, самое важное, потому что Бог есть любовь. И любовь – это и есть жизнь. Благодаря этому сражению Токмак может обзавестись хорошей визитной карточкой, уверены представители местной власти. Поэтому в планах создание тематического архитектурно-исторического комплекса. В дальнейшем мы планируем разбить здесь как бы в виде табора, сделать тын, сначала это все в макетном варианте исполнения, потом сделать программу, написать, защитить ее с дальнейшим привлечением финансовых средств. Подобный опыт уже имеется. Это поле славянского мужества в ПГТ «Розовка», посвященное битве с монголо-татарами на реке Калка.